привет дорогие друзья сегодня делаю невероятно вкусные восточные лепешки их называют пита они полые внутри и прекрасно подходит для наполнения их начинкой начинку можно положить самую вообще любую они могут быть и постные там допустим с фасолью еще с чем-то то есть могут быть с каким-то салатом вплоть до крабовых палочек туда можно положить и это будет уже очень вкусно порционно а главное мега просто сделаем тесто тесто очень простое безопарное добавляем теплую водичку в теплую водичку ложечку сахара чайную и сюда же крошим дрожжи дрожжи у меня живые я беру 15 грамм если вы будете брать сухие берете в три раза меньше то бишь 5 грамм перемешиваю для того чтобы дрожжи немножечко растворились и сюда же теперь добавляю муку и соль соль и щепотка немножечко нужно капельку подбиваю муку и добавляю растительное масло растительное масло буквально там чайная тире столовая ложка много тоже не нужно и уже замешивают довольно мягкое тесто муки сюда не уходит много тесто получается еще слегка липковатым если вы мешаете в кухонной машине конечно будет попроще у меня порция небольшая я буду делать всего лишь там на 4 довольно крупных лепешки оставляю свое тесто подходить накрывает теплым полотенечком горячим и тоже в теплое место ставлю и так она быстренько у меня подходит тесто увеличилось раза три-четыре точно очень воздушная получилось и теперь его можно разделить можно было изначально разделить его на шарики и оставлять подходить но мне это не нравится этот способ делим тесто на произвольное количество лепешек зависимости от размера который вам нужен я разделила на 4 довольно крупных можно в принципе было даже на 6 маленьких разделить присыпаю стол мукой и раскатываю никакого растительного масла именно мукой здесь присыпаем раскатываем довольно тонко вот где-то в пол сантиметра не больше даже может чуть-чуть потоньше очень тоненько в этот раз буду использовать вот такой вот тефлоновый коврик я его заказала из китая из сайта newtick очень крутая вещь у меня были разные но вот этот вот черный он такой лощеный с него просто все прям слетает ничего не перестает не без и не печенье и вот эти лепешки тоже просто катались вот так вот по верху просто скользили удивительная вещь ссылочку на такой продукт я оставлю в описании если захотите перейдите и посмотрите на сайте выпекаем наши лепешки при температуре 250 градусов если сделать более низкую температуру у нас получатся хлебцы они будут не полы внутри а как именно как лаваш такие полненькие сейчас покажу фотографию если у вас допустим изначально не разогрелась духовка то получится нечто вот такое вот сплошной как бы хлебец для приготовления начинки в этот раз я решила взять курочку порвала ее так кусочками уже отваренную поджарила немножечко добавила красного болгарского перца помидорчиков все это вместе протушила и получилась вот такая вот томатная у меня куриная начинка нашинковала молодой капусточки добавила туда немножечко соли майонезика и зелени положила ее на низ переслоила редисочкой и наверх положила уже куриное мясо автомате получились невероятно очень вкусные лепешки их можно сделать с любой начинкой просто с грибами просто с каким-то салатом и получается очень вкусно и порционно и это не просто бутерброды обязательно попробуйте это очень интересно я уверена вам понравится этот рецепт обязательно поставьте лайк а с вами был кекс до новых встреч пока пока